Сегодня провели встречи с медицинским персоналом 10-й больницы и 1-й больницы. Встретились с коллективами, причем со всем медицинским персоналом, представителями и младшего медперсонала, с врачами, с теми, кто занимается жизнеобеспечением наших больниц, для того, чтобы послушать, послушать прежде всего коллективы. Какие проблемные вопросы, если они есть, по обеспечению средствами защиты, есть в наших учреждениях. Скажу, что мы планомерно продолжаем оснащать наши больницы. Те больницы, которые выбраны сегодня как на случай распространения инфекции, как теми больницами, которые будут принимать инфицированных больных. Также принято решение о муниципальных доплатах теми, кто будет работать в отделениях и работать с теми, кто приобрел инфекцию. Это все должны также с пониманием, есть в том числе медицинские работники. Дарплата будет от 5 до 10 тысяч гривен в соответствии со штатом оклада. Приемные отделения, также объекты повышенной опасности, люди, приходящие за помощью по различным направлениям, обращаются к врачам. И, как правило, в приемных отделениях не могут определить, еще если нет явно выраженной симптоматики, есть вирус или нет. Поэтому эти врачи уже изначально должны быть оснащены всеми защитными средствами. Что мы и сделаем. Завезем сегодня маски в 10-ю больницу. Сегодня уже прибыло более 5 тысяч масок в 1-ю больницу. Я хочу еще раз поблагодарить неравнодушных людей, волонтеров, волонтерские организации, те, кто сегодня также своими силами и возможностями привозят помощь и защитные средства в наши больницы. Вместе мы победим.